Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Я вас поздравляю со всеми рождественскими праздниками, которые продолжаются. И сегодня утро, воскресенье, 14 число. И сегодня, по-хорошему, приходят с утра в дом, желательно юноши, мальчики, и посевают. Говорят, сию-сию посеваю, с Новым Годом поздравляю. Итак, сегодня Новый Год по старому календарю, а по древнеассирийскому календарю это тоже рождение солнца. Поэтому про солнышко, может, я найду сказку и вам запишу. А сейчас предлагаю вашему вниманию греческую сказку «Анфуса золотые косы». Когда я ее читала, моя внучка сказала бабусе, а ведь эта сказка очень похожа на рапунцель. Может быть, но я рапунцель-мультик не смотрела. Ну вот, слушайте. Ребята, чечевица – это разновидность, ну, таких бобовых растений, как бобы, горох, ну и фасоль. Итак, чечевица мечтала лет, семь лет мечтала несчастная поесть чечевицной похлебки. Да все ей не удавалось. Раздобудет чечевицу – нет у нее луку. Раздобудет лук – нет у нее масла. Раздобудет масло – нет воды. Пересох в жару ближний ручей. Не даром, говорят, задумал бедняк свадьбу сыграть, да музыкантов нигде не отыщет. Но вот она всем запаслась. Насыпала в глиняный горшок чечевицы и пошла к ручейку помыть ее. А в то время к берегу подъехал молодой королевич, чтобы коня своего напоить. Увидел конь горшок с чечевицей и испугался, заржал, не стал из ручья пить. Рассердился королевич, толкнул ногой горшок, и чечевица просыпалась в воду. Не стерпела несчастная старуха и закричала. Вот ты какой недобрый! Так знай же, как я семь лет мечтала чечевициной похлебки поесть, так и ты. Семь лет будешь искать анфусу с золотыми волосами и длинными косами. А королевич как-то как раз жениться задумал, да невесты по душе не было. Вскочил он тут на коня и помчался искать анфусу с золотыми волосами и длинными косами. Куда не приедет, спрашивает. Нет, не здесь ли живет красавица анфуса с золотыми волосами и длинными косами? Но везде ему отвечает, что и слыхом не слыхивали, и видом не видывали. Приехал однажды королевич в глухую-приглухую деревушку, что стояла на самом краю света, и спрашивает. Не здесь ли живет анфуса с золотыми волосами и длинными косами? И вдруг слышит в ответ. Здесь она живет, вон в том доме. Подъехал королевич, смотрит. Окно высоко, а дверей нет. Как в дом попасть? Увидел он неподалеку высокую сосну и взобрался на нее. Вдруг видит, идет ведьма. Подходит к дому и кричит сердито. Анфуса с золотыми волосами и длинными косами. Выгляни в окошко. Где твоя краса, длинная коса? Показалась в окне девушка. Красоты необыкновенной. Длинную косу свою золотую свесила. И забралась по ней ведьма в дом. Поела, попила и снова вниз спустилась. Как только она скрылась, слез королевич со сны, подошел к окну и стал звать. Анфуса с золотыми волосами и длинными косами. Выгляни в окошко. Где твоя краса, длинная коса? Услышала Анфуса. К окошку подошла. Косу спустила. И королевич забрался по ней в дом. Приглянулась ему девушка. И решил он назвать ее своей женой. Она говорит. Я не против. Но надо тебе пока спрятаться. А то вернется моя мачеха и съест тебя. Завернула Анфуса королевича в одеяло. И заперла в большой сундук. Потом прибрала в доме. Пол вымыла, чтобы человеком не пахло. Когда осталось неркаться, вернулась мачеха и давай принюхиваться. А что-то, говорит, человеком пахнет. А падчерца ей отвечает. Ты, небось, среди людей была. Вот тебе и кажется. Чуть свет ушла ведьма. Анфуса отомкнула сундук. Выпустила королевича. Стали они думать, догадать, как им убежать от ведьмы. В доме и стулья, и стол, и ложки, и плошки. Все говорить умела. И для того, чтобы Анфусу с королевичем никто не выдал, завязали они всем рты и скорее прочь. Только они скрылись, явилась старая ведьма. И давай кричать. Анфуса с золотыми волосами, длинными косами. Выгляни в окошко. Где твоя краса, длинная коса? Никто ей не ответил. Надоела ведьма ждать. Выпустила она свои длинные когти и вскарабкалась по стене в дом. А в доме тишина. Рты-то завязаны. Только про ступку забыла Анфуса. Открыла ступка рот и говорит. Явился сюда вчера королевич. А сегодня сбежала с ним вместе Анфуса. Разъярилась ведьма, бросилась на конюшню, где медведица стояла. Оседлала ее и в погоню. Скакала, скакала, почти догнала беглецов. Видит королевич, что дело плохо. Поймал молодого оленя, который пасся поблизости. Вскачил на него. Посадил впереди себя Анфусу. И понеслись они во весь дух. Догнала их ведьма. Вцепилась оленю в хвост. Но остался он у нее в руках. А олень помчался дальше. Вспомнила тут Анфуса, что есть у нее с собой гребень. И бросила его за спину. Вырос позади целый лес из колючего кустарника. Долго пробиралась сквозь него ведьма на медведице. И старапалась вся. Но все-таки выбралась на опушку и пустилась, что из сил. Вот-вот опять настигнет беглянку с королевичем. Увидела Анфуса, что мачеха близко. Бросила позади себя полотенце. Разлилось море широкое. И пришлось ведьме на лодке через него переправляться. Поднялась внезапно буря. Перевернула лодку. И утонула ведьма вместе со своей медведицей. А королевич с Анфусой благополучно добрался до своего дома. Сыграли они веселую свадьбу. И стали жить, поживать. И я у них на свадьбе был. Бросили и мне кость. Взял я ее и поплелся домой. Шел через реку, а лягушки под мостом ква-ква. Испугался я и швырнул им кость. А угодил ею ненароком в ногу соседу моему, Аргирису. С тех пор охромел он. Если не верите мне, посмотрите сами. Итак, ребята, вот так необычно заканчивается эта сказка. Но все равно я скажу, что вам сказочка от меня, а мне Бубликов вязочка. Итак, всего хорошего. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Со Старым Новым Годом.